Мы рады приветствовать вас на нашем очередном вебинаре, который посвящен теме комфортное владение ВМС. Ведущими сегодняшнего мероприятия буду я, Маргарита Кузнецова, менеджер по работе с клиентами, и мой коллега Борис Дронкин, консультант направления ВМС. Здравствуйте, коллеги. Для начала немного расскажу о плане вебинара. Сегодня мы расскажем вам о важности подготовки к автоматизации склада, а также о ключевых стадиях внедрения ВМС для комфортного владения системой. Перед тем, как уйти в детали именно с точки зрения владения системой, я хотела бы рассказать вам о важности правильного подхода к автоматизации склада и как нужно его подготовить к внедрению системы, а также об обязательных элементах успешного запуска системы. Как правило, проект по автоматизации состоит из четырех этапов. Первый этап – это планирование и проектирование. На данном этапе происходит детальная проработка всех процессов заказчика и разработка такого документа, как концептуальный дизайн, в котором мы описываем детально все процессы, подлежащие автоматизации, а также технический дизайн, в котором описывается именно техническая составляющая проекта. Второй этап – это подготовка системы и склады к запуску. В рамках данного этапа мы настраиваем макет системы уже в соответствии с согласованным заказчиком, концептуальным дизайном, а также настраиваем интеграцию со стороны ВМС со смежными системами. Заказчик же, в свою очередь, должен уже подготовить склад, закупить все необходимое оборудование и привести в порядок нормативную справочную информацию. Третий этап – это обучение и приемочное тестирование. На данном этапе происходит обучение ключевых пользователей в системе и тестирование системы уже на выделенной части склада заказчика. Четвертый и заключительный этап – это запуск системы и начальное сопровождение. На данном этапе производится запуск системы в промышленную эксплуатацию, и затем наш консультант в течение двух-трех недель продолжает находиться на складе заказчика и оказывать поддержку в режиме реального времени, и в том числе в режиме 24 на 7. Затем мы уже переводим заказчика на постпроектное сопровождение. Одним из важных подэтапов подготовки складок автоматизации является оптимизация бизнес-процессов. Важно автоматизировать уже правильно выстроенные бизнес-процессы. Есть несколько вариантов оптимизации. Это логистический аудит. Он направлен на нахождение недостатков в организации склада и его работе, и на формирование предложений по их устранению. Частной задачей логистического аудита является именно необходимость, обоснование необходимости автоматизации склада. Если же клиент переезжает на новую площадку, или склад находится на стадии строительства, или же в корне меняется бизнес, то мы предлагаем технологическое проектирование. В рамках технологического проектирования разрабатываются объемно-планировочные решения для склада, формируются технологии работы склада, описываются требования к оборудованию, к персоналу, и затем мы уже даем свои рекомендации по дальнейшим действиям. Если же клиент уже знает, чего он хочет, и ему нужна помощь в описании требований к системе, то мы можем помочь в разработке технического задания для ВМС. Как я и говорила ранее, уже на втором этапе проекта со стороны заказчика необходимо полное оснащение склада оборудованием, которое в дальнейшем потребуется для обработки товара. Это серверное оборудование, Wi-Fi, терминалы сбора данных, принтеры печати, этикеток, сканеры штрих-кодов, а также стеллажное и подъемно-транспортное оборудование. Это необходимо для того, чтобы вся инфраструктура была готова к моменту обучения пользователей и тестированию системы. Так как мы привыкли подходить к автоматизации комплексно, то мы сможем правильно подобрать и поставить оборудование под ключ, учитывая специфику конкретного склада и специфику товара. Также хочется отметить, что еще до тестирования системы и запуска в эксплуатацию нужно уже подумать о вариантах постпроектного сопровождения. Почему это важно сделать на раннем этапе? Как правило, третий и четвертый этапы проекта являются самыми трудоемкими и загруженными как для исполнителя, так и для заказчика. И для того, чтобы обеспечить дешевый переход с запуска системы в эксплуатацию на постпроектное сопровождение, мы рекомендуем задуматься об этом еще на ранней стадии. Как правило, мы предлагаем заказчику постпроектное сопровождение, в том числе и в круглосуточном режиме, учитывая тот SLA, который необходим конкретному заказчику. Также мы рекомендуем сформировать свой собственный центр компетенции ВМС для дальнейшей поддержки и тиражирования системы на другие склады, и уже в рамках данного центра компетенции мы сможем обучить как администраторов ВМС, так и разработчиков. Коллеги, по вводной части у меня все. Далее передаю слово Борису. Он уже более детально расскажет вам о ключевых стадиях внедрения и владения ВМС. Уважаемые коллеги, я еще раз приветствую всех, кто подключился. И начну с того, что владеть системой управления складом не так просто, как может показаться. От владельца требуется учесть множество факторов на всех этапах использования, начиная от проектирования, эксплуатации системы и заканчивая ее модернизацией и распределением по филиалам. Я буду с вами честен. ВМС не является панацеей и сама по себе, как отдельная сущность, не решит все проблемы на складе. Но если она спроектирована на основе продуманных процессов и ею грамотно управляет, система открывает массу возможностей для управления и улучшения склада и всего бизнеса. Сегодня мы поговорим о том, как комфортно владеть системой ВМС до запуска в эксплуатацию, в начале эксплуатации и в течение долгих лет ее использования. Под комфортом владения я подразумеваю ее предсказуемость, отсутствие незапланированных простоев и отсутствие поводов для пользователей ссылаться на несовершенство IT-решения. Наша компания давно на рынке. У нас большой опыт внедрения системы управления складом. И основываясь на нашем опыте, мы предлагаем вам перечень решений, которые условно можно назвать регламентами. Регламентами, потому что данные решения можно оформить в виде документа и использовать их в вашей компании официально. Конечно, все эти регламенты носят рекомендательный характер, но их позитивный эффект проверим временем. Мое повествование будет разбито на пять последовательных стадий владения системой. Это проектирование системы, первый запуск, поддержка системы, тиражирование решения и развитие системы. Давайте начнем с первой стадии. Первая стадия – это проектирование перед внедрением. В ней мы поговорим о важности своевременного оповещения смежных подразделений, о методах мотивации сотрудников и управления проектом и о важности выбора методологии. Внедрение системы влияет не только на склад, но и на все подразделения, которые каждый день с ним взаимодействуют. Оставить смежные отделы в неведении аж до самого запуска – это распространенная ошибка, которая ощутимо помешает внедрению системы. Любая штатная для склада ситуация может стать нештатной для других подразделений, и я бы на месте руководителя смежного подразделения огорчился и стал сопротивляться, если меня бы поставили перед фактом, что через неделю запуск, и мне нужно в авральном режиме перестраить внутренние процессы и искать ресурсы на это. Чтобы этого избежать, необходимо своевременно, то есть сразу после утверждения плана графика оповестить весь связанный персонал, подробно рассказать о грядущих изменениях, представить организационную структуру, сроки внедрения и адрес для направления вопросов, которые обязательно возникнут. Оповещать своих коллег стоит также при крупных изменениях в планах внедрения. Они должны владеть актуальной информацией, дать возможность подготовить себя и своих людей – в этом и суть первого регламента – уведомление о внедрении системы. Но просто подготовки недостаточно. Людей нужно замотивировать. Помимо склада во внедрение вовлечены отделы IT, отделы закупок, продаж, отделы хозяйственной и другие смежные подразделения. Чтобы процесс внедрения и запуска не споткнулся с сопротивлением персонала, его участие нужно регламентировать, то есть выделить ресурсы на время внедрения, а также, что немаловажно, поощрять людей за вклад сил и души в проект. Мотивированный сотрудник имеет четкое представление, что от него ждут. Он не переживает о том, что внедрение набредит его текущим задачам. Он не ищет время и другие ресурсы на выполнение задач и заинтересован в том, чтобы фокусировать свое внимание на грядущих улучшениях. Он заинтересован в этих улучшениях, понимая, что он часть команды и его вклад не проигнорирует. По-моему, это хороший задел на комфортное владение системой. Для этого и нужен второй регламент – внутренний приказ о внедрении ВМС, который распространяется на склад и все смежные подразделения. Поговорим о управлении проектом. Не только внутреннее взаимодействие нуждается в регламентации. Методы управления проектом и взаимодействия с внешним исполнителем также должны быть подробно описаны. Тут нужно учесть все – предметную область и цели проекта, ограничения, организационную структуру, управление работами, риски, документацию и, что немаловажно, доступ к телу главное. То есть необходимо четкое понимание, когда и почему нужно привлекать высшее руководство, какие вопросы действительно нуждаются в эскалации, а какие можно и нужно решать без привлечения руководства. Для данных целей в нашей компании используется отдельный важный документ – устав проекта. Я настоятельно рекомендую не игнорировать этот третий по счету регламент. Если говорить про выбор методологии, то я как активный участник проектной деятельности не мог обойти стороной этот важный вопрос. Наше решение гибкое и универсальное и не имеет проблем с внедрением по методологии Agile, Scrum и другими итерационными методологиями. Но в подавляющем большинстве проектов мы используем каскадную методологию, то есть Waterfall, из-за ее ключевого преимущества – акцента на документации. Наша практика показывает, что одним из главных результатов внедрения должна быть документация, описывающая систему, ее процессы, интеграционные решения и так далее. Владение системой должно быть комфортным всегда, и регламент техническая документация позволит не терять почву под ногами при смене проектных команд, а также даст твердую основу для улучшения и тиражирования системы, о чем мы подробно расскажем позднее. В следующей стадии после проектирования является первый запуск. Запуск системы – это всегда стресс, но существуют методы, которые помогут значительно его минимизировать, и сделать комфортным для всех участников. Я не буду рассказывать про банальные вещи, типа маркировки ячеек или подготовки инфраструктуры, давайте мы посмотрим на эту стадию под другим углом. Начнем с тестовой эксплуатации. Она должна быть обязательной частью обучения. Я своими глазами видел, насколько отличается восприятие запуска у людей, которые ограничились просто обучением работы с ВМС, и теми, кто активно тестировал систему в рамках тестового контура уже после обучения. Использование тестового контура позволит будущим пользователям системы познакомиться с ней в режиме песочницы и удовлетворить все свое любопытство со всеми вопросами, а что если я нажму сюда, или что если придет определенный товар. Это отличный способ закрепить обучение, сократить количество ошибок и снизить страх перед новым на первых порах эксплуатации. Пользователь подходит к работе с энтузиазмом, начиная с первых дней. У него уже есть базовое понимание того, чего от него ждут и как ему выполнять свои новые обязанности. Помимо функционального тестирования, не стоит пренебрегать и нагрузочным тестированием системы. Это отличная профилактика инфаркта в период пиковой нагрузки на склад. Концепция проста и знакома каждому. Лучше полагаться на подготовку, а не верить в свои ожидания. Это и заложено в пятый регламент приказ о тестовой эксплуатации. Также важным пунктом является создание комфортной рабочей обстановки для пользователей системы, в том числе для линейных сотрудников склада, то есть кладовщиков. На практике мы столкнулись с тем, что персонал, который оценивают как простых исполнителей, зажимается и накапливает свое недовольство внутри, ухудшая рабочую обстановку на складе. Эту энергию можно и нужно направить в продуктивное русло, создав возможность для обратной связи. Ведь порой даже малые изменения несут большой позитивный эффект. Система улучшается, сотрудники чувствуют себя частью команды и с душой отдаются работе. Здесь может помочь формат круглых столов, позволяющий по итогам дня оперативно обрабатывать обратную связь. Также многие крупные корпорации используют регламент открытых дверей. Это когда у любого сотрудника есть возможность условно зайти на чай к высшему руководству с целью указать на конкретную проблему и предложить конструктивное решение. Ею крайне редко пользуются, но само понимание, что такая возможность есть, увеличивают собственную ценность сотрудника в своих глазах и делают его лояльным компанией. И хоть этот регламент не писанный, порой он эффективнее любого регламента на бумаге. Перейдем к следующей стадии. Это поддержка системы в ходе ее использования, где мы поговорим про развитие компетенции и их важность, про регулярное обслуживание и оптимизацию системы и про методы цикличного обучения и аттестации персонала. Мы порой сталкиваемся с тем, что даже после запуска наши заказчики продолжают рассматривать систему только с точки зрения пользователей, хотя фактически являются ее владельцами. Пользователь слепую эксплуатирует систему, тогда как владелец понимает, насколько важна независимость от внешней помощи. Простой пример – это высокая стоимость работ по SLA со стороны, особенно в любое время дня и ночи. Очень важно иметь команду, которая рассматривает систему как владелец, видит в ней свой инструмент, а не продукция стороны. Предвидеть любые трудности невозможно, а делегировать решение простых проблем внешним компаниям, да еще и по высоким ценам, это попросту больно. Чтобы избежать этого и быть автономными, требуется развивать компетенции сотрудников, несмотря ни на что. Обученный персонал позволяет уже на ранних стадиях создать собственную первую линию поддержки, которая позволит, если не решить возникшую проблему, то хотя бы четко ее идентифицировать, грамотно описать и передать во внешнюю поддержку. Это уже снизит время обработки и стоимость оказания услуг со стороны. Знаете, профессиональный партнер гласит, что хороший админ – это тот админ, который курит бамбук, пока система исправно работает. Это, как ни странно, характеризует его как компетентного сотрудника. Развитие этих компетенций можно стимулировать на уровне TPI, то есть ключевых показателей эффективности, по простому принципу. Чем меньше вам приходится работать над решением проблем, тем больше вы зарабатываете. Этот принцип ложится в седьмой регламент для комфортной владения системой – это ключевые показатели эффективности. Если говорить об обслуживании системы, то система как механизм требует регулярного обслуживания и оптимизации. А если мы хотим, чтобы регулярные процессы были эффективны, они должны быть регламентированы. Аудиты и профилактика системы на цикличной основе, ровно как и медицинский осмотр для человека, позволяют свести к минимуму риск сбоев. Как пример, это удаление битых ссылок, индексация, очистка лишних данных и рефакторинг кода. Также практика показывает, что после запуска часть функционала становится невостребованной. И как любой невостребованный функционал, ее стоит исключать из алгоритмов, чтобы снизить время обработки запросов и общую нагрузку на систему. Все вышеперечисленные действия мало регламентировать, нужно обязательно добиваться исполнения данных регламентов. Сделайте регламент, обслуживание системы управления складом, частью рабочей культуры и эффект не заставит себя ждать. Про обучение. Ну, вы знаете, что если полученное знание использовать редко или не использовать вовсе, навык теряется. Редкие случаи не значат неважные, и персонал должен быть готов к любым штатным ситуациям. А чтобы он был готов, необходимо регулярно переаттестовывать его, проводить повторные циклы обучения. Также не стоит забывать, что со временем процессы меняются. Могут появиться доработки в системе, а любая доработка — это новый процесс, с которым нужно ознакомить пользователей. Все дополнения также следует включать в аттестационные листы, то есть готовить по ним инструкции и обязательно транслировать их пользователям. Таким образом сотрудники будут подготовлены. Также стоит упомянуть, что на этой стадии также очень важна обратная связь, и ею не стоит пренебрегать. Суммируем эти практики в регламенте 9 — политика обучения и аттестации персонала. Следующей стадией является тиражирование. Вы знаете, что бизнес не стоит на месте, он расширяется, увеличивает географию, растет количество складских комплексов и новые склады нуждаются в тиражировании решения. Процесс тиражирования, к сожалению, не похож на простой копировать-вставить. Этот процесс имеет свои подводные камни, и далее мы поговорим о том, как минимизировать их негативное влияние. Стандартизация процессов. На самом деле про этот пункт можно было рассказать еще на стадии проектирования, но важно подчеркнуть, насколько стандартизация процессов позитивно влияет на тиражирование. Ну, вообще, в целом, стандартизация процессов — это благотворное решение для складской отрасли, так как мы получаем общую инструкцию действительно для каждого склада предприятия. Одинаковые процессы облегчают тиражирование системы, отпадает нужда в доработках и тестировании существующего решения, дополнительной разработке интеграции между системами. Если же на новых складах процессы отличаются, хорошей практикой будет проведение интервью нового склада, то есть создание локальных стандартов на основе особенностей и специфики объекта автоматизации. Итогом этого процесса должен быть задокументированный локальный стандарт. Если же смотреть со стороны IT, важно иметь одинаковую версию платформы и конфигурации для всех существующих складов внутри компании, так как разность версий может непредсказуемо повлиять на одно и то же обновление, неожиданно остановив работу отдельных складов. Все вышеперечисленные пункты создают устойчивую целостную базу для тиражирования и развития программного решения, сводят к минимуму незнакомые уникальные ошибки и проблемы и делают владение системой комфортным. И они также включены в регламент 10 в стандарте стандартизации рабочих процессов. Если же пришло время тиражировать систему управления складом, важно с умом подойти к методу тиражирования. Существует два варианта – модульная и солидная инсталляция. Давайте расшифруем эти громоздкие названия. Модульная инсталляция – это когда для каждого склада используется отдельная информационная база. Солидная же – это когда все складские комплексы находятся в рамках одной базы. Давайте разберем каждый из методов подробнее, их преимущества и недостатки. Преимуществами солидной инсталляции являются удобная работа с отчетностью, так как статистику и информацию легче получить, если все склады находятся в одной базе. Это несложное лицензирование, ведь на одну базу требуется одна лицензия. И простота интеграционного решения. То есть обмен информацией с корпоративной системой происходит с одной лишь базой. Недостатками же являются отсутствие автономности, то есть с точки зрения управления это может быть конфликт интересов руководителей складов. А с точки зрения IT – трудности в обновлении системы и влияние настройок отдельного склада на все складские комплексы, которые находятся в контуре. Также недостатком является нагрузка на инфраструктуру, так как требуется больше серверных мощностей для обработки данных по всем складах на пределах одной информационной базы. Нужна высокая скорость трафика и очень трепетное отношение к обслуживанию баз. Одним из главных недостатков является низкая отказоустойчивость, так как системная ошибка может остановить работу всех складов, а не одного отдельного. Если говорить про модульную инсталляцию, то здесь все ровно наоборот. Преимущественной является автономность, так как с точки зрения управления нет конфликта интересов руководителей складов, а с точки зрения IT обновление доработка системы проводится для каждого склада отдельно, не влияя на другие складские комплексы в контуре. Также низка нагрузка на инфраструктуру. Серверные мощности равномерно распределяются для каждого склада, и обслуживание баз становится менее болезненным. И одним из главных преимуществ является высокая отказоустойчивость. То есть системная ошибка может остановить работу отдельного склада, но не всех. Недостатками же являются неудобная работа с отчетностью, с одной стороны, так как общая статистика и отчетность по всем базам требуют дополнительных действий. Но и тут есть решение, можно автоматизировать сбор информации в какой-то сводный отдельный дэшборд. Также более сложное лицензирование. На каждую базу требуется лицензия. Комплексная интеграция, так как обмен информацией с корпоративной системой происходит со многими базами, а не с одной. Ну, если говорить о выборе, то наша система может успешно тиражироваться как модульно, так и солидно. Это проверено на практике, и выбор метода зависит от специфики конкретного предприятия. Правила аудита перед выбором метода включены в регламент номер 11, это выбор метода тиражирования. Но если взять концептуальный усредненный склад, по нашему опыту я склоняюсь к модульной инсталляции. Это несет меньше рисков в случае возникновения проблем. Теперь давайте рассмотрим тиражирование с точки зрения распределения человеческих ресурсов. После внедрения на пилотном складе у вас в распоряжении есть команда с опытом, то есть команда, которая изучила систему, набила шишки на ошибках, и на других складах проектные команды часто относятся к нововведениям как к обременяющей опизаловке. Есть вероятность сопротивления с их стороны, ведь, ну, тезис знакомый, столько лет работали, и все было нормально. В таких случаях мы рекомендуем обмениваться опытом напрямую, то есть пусть часть проектной команды с опытом участвует во внедрении на новом складе. В свою очередь, часть команды без опыта может заменить людей, уехавших тиражировать систему на новый склад. С помощью подобного чердования вы сбалансируете трудовые ресурсы и не оставите склады без поддержки, а также параллельно обучите людей без большого стресса. Работая с опытным персоналом, человек меньше защищается и сопротивляется нововведениям, ведь он своими глазами видит и говорит с людьми, которые это пережили, и теперь использует новые возможности. Эти рекомендации включены в регламент 12 – распространение опыта. Заключительной стадией является развитие системы. Мир, он не стоит на месте, и то, что было недоступно вчера, может стать доступным сегодня. Давайте побудем мечтателями. Если говорить о высоких технологиях, это система глобального Wi-Fi Starlink от Илона Маска, которая поставила целью покрыть Wi-Fi-сетью весь земной шар. Это дешевеющая добыча солнечной энергии и других возобновляемых ресурсов и так далее. Подобные случаи, кейсы, будут новатором внутри каждого человека, побуждая улучшать и автоматизировать все, что только можно. А если же спуститься обратно на землю, то руководители отдела в логистике и складов, получив новые возможности и преодолев порог сопротивления, часто вдохновляются изменениями и начинают видеть работу складов в перспективе. Но при развитии, к сожалению, далеко не уедешь на голом энтузиазме. Здесь нужен умный подход, о чем мы поговорим сейчас. И я не буду подробно описывать банальные отсевные рентабельных доработок или использование принципа Паретта. Мы с вами заглянем несколько глубже и попытаемся расставить акценты при развитии системы в регламенте 13 «Обновление и развитие системы». В первую очередь акцентируйте внимание на универсальности. Лучшая доработка системы полезна не для одного склада, а для всех складов в контуре предприятия. Универсальную доработку легче тиражировать на другие системы и соотношение цена-эффект будет высоким. Также не используйте стоимость доработки и легкость ее внедрения как единственный критерий. Чем хороша 1С и все решения на ее платформе, так это относительно невысокой стоимости доработок. А при низкой стоимости искушение постоянно улучшать и подстраивать систему под себя очень велико. Но практика показывает, что бесконечная кастомизация – это негативная сила. Нестандартные решения в больших количествах трудно поддаются обновлению, система мутирует, и пользователям банально некогда оценить эффект от нововведений, не говоря о том, чтобы научиться ими пользоваться и вообще регламентировать их. Это наносит ущерб бизнесу и приводит к ошибкам и недопониманию. Также очень важный момент – это документирование доработок. Это очень важно. Выделяйте до 10% времени ваших разработчиков и аналитиков на актуализацию документов. В противном случае вы сильно рискуете попасть под так называемый циничный бас-фактор, когда бизнес будет находиться в заложниках у IT-департамента и увольнение одного человека может поставить под угрозу всю инфраструктуру, а с ней весь бизнес. Также улучшайте систему итерационно. Не нужно улучшать процессы, которые в текущий момент уже улучшаются. Здесь очень важно оставить время на тестирование. Вообще тестирование и ввод улучшений заслуживают отдельного регламента. Тестирование и внедрение улучшений должно быть поэтапным. То есть сначала нужно обкатать доработки на тестовом контуре. Это обязательные условия перед внедрением. И лучше всего использовать регрессионное тестирование. Это проведение полного цикла складских операций, даже тех, с которыми доработка не связана напрямую. Это нужно, чтобы не упустить вероятное влияние на все процессы. Также, если у вас несколько складов, лучше провести боевую эксплуатацию на одном пилотном складе. Это позволит понять ее долгосрочное влияние и обнаружить какие-то отложенные ошибки. Только после боевого теста стоит тиражировать доработку на остальные склады. Мы знаем, что это непросто и звучит несколько утопично, но крупные корпорации не зря берут данную практику на вооружение. Она пробирована множество раз, и ее эффективность доказана. Давайте же рассмотрим пример из практики, который поможет доказать необходимость масштабного тестирования. Возьмем пример из жизни, с которым мы сталкивались. Это склад одежды и обуви, который работал каждый день, то есть ежедневно, 7 дней в неделю, круглосуточно, 24 на 7. Он внедрил доработку, связанную с процессом отбора товара. До этого было проведено такое скоринговое тестирование доработанных процессов. Руководство требовало скорого внедрения и давило на отделы. Доработка была внедрена, и после недели работы произошел системный сбой при отгрузке товара, что немаловажно, в выходной день. Отгрузка остановилась, и далее давайте пройдем по хронологии. Один час заняла попытка решения проблемы операторами ВМС, то есть решить ее своими силами, без привлечения администратора. Далее попытки связаться с администратором в выходной день, все это вместе заняло один час. Администратор быстро подключился, давайте побудем оптимистами, поиск ошибки администратором занял один час. Далее началось исправление ошибки администратором, и чаще всего это временный костыль, что тоже заняло один час. Далее оповещение сотрудников, завершение сеансов, бэкап системы — это два часа. После бэкапа и после того, как всех сотрудников выгнали из системы, начинается обновление ее конфигурации. То есть нужно обновить конфигурацию, обновить мобильные приложения Amplication, сделать компиляцию, индексацию. Запускают — исправление не заработало, ошибка синтаксиса. И снова исправление, и снова обновление. Все это вкупе заняло четыре часа. Далее, когда ошибка была устранена, обработка последствий, то есть расчищение зоны от грузки, ее освобождение, и обработка от опорных грузов — это еще один час. Итого, 10 часов простоя. Оцените стоимость 10-часового простоя для вашего склада. И ответьте на вопрос, стоит ли спешка того. По мне, это напрямую противоречит идее комфортного владения системой, хотя это далеко не худший сценарий. Про уровень стресса сотрудников, потерянные седые волосы и нервные клетки говорить не стоит. И методы профилактики подобных случаев включены в 14-й регламент ввод, доработок в эксплуатацию. В итоге, в ходе нашего вебинара мы прошли 5 стадий владения системой ВМС, обсудили 14 концептуальных регламентов, которые сделают владение системой максимально комфортным. Все эти регламенты неочевидны, но они были основаны на нашем многолетнем опыте, и каждое из этих решений используется нашими клиентами. Эти регламенты имеют накопительный позитивный эффект, и грамотные решения, принятые на ранних стадиях, делают последующие этапы владения комфортными. Регламентов и лайфхаков точно больше, но мы решили рассказать о тех, которые можно формализовать, оформить как документ и внедрить. Они проверены практикой и внедрены уже на многих складах. Как вы могли заметить, данный вебинар почти не затрагивает особенности или преимущества нашей системы. Мы выбрали именно эту тему, потому что заинтересованы в том, чтобы наша система давала вам 100% эффективности и, не побоюсь этого слова, радости использования. Вне зависимости от масштабов и специфики именно вашего бизнеса. Редактор субтитров А.Семкин